друзья всем привет сегодня такой прекрасный день правда холодно вот как поняли из названия сегодня у нас первый день рабочий на новом объекте вот я сейчас покажу вам как люди уже обустроились если слышно щелчки сейчас они укладывают разделительный слой то есть мембрану на сплошный настил на обрешетку сейчас это я вам все покажу ролик будет короткий потому что сегодня у нас но в принципе показать как люди обустроились и как монтируется сама мембрана сам разделительный слой ну и кое-что скажу зачем нужен этот разделительный слой для чего так что поехали так сделан верстак вот 6 метровый и шириной где-то метр двадцать наверно вот листогиб алюбендер алюминиевый стоит вот там у нас все комплектующие для кровли металл вы видели вот пальцепрокатный станок бора очень часто спрашивают каким станком у нас жестоко роликов с этим пальцепрокатником что мы всегда говорим что мы работаем на боре самый оптимальный станок для пальцевой кровли это бора так отсюда посмотрим сначала куда они решили начинать решили отсюда вот она банда делается выпуск специально потому что потом здесь будет еще подвесной желоб вешатся да и потом будет ставится еще капельник силовая планка капельник и уже мембрана будет приклеиваться к этому капельнику поэтому делается вынос так пойдемте на сразу на крышу послушаем о чем говорят еще советует вот по поводу того что ребра жесткости на станке да и по волну убирает вот если такое покрытие на крыше сделано идеальное да то никаких волну вас не будет ну и конечно же если сделано профессионалами ну сергеевич здорово сети давно все не видели сергеевич сергеевич танец привет праздник праздника сегодня а роль а роль то быть завтра у нас сегодня этот 1 мая же и вот решили 1 мая трудом активным трудом ветер конечно есть и все таки прохладненько поэтому такой в шапке в куртке и в очках наблюдаем за ребятами постелили яндовку уже застреляли весь один скат и видимо пошли но самых-самых простых начинают делать сейчас этот треугольник буду шивать угол подходит да да то есть она мембране же угол срезается в честь праздника экономия вроде говорит ну правильно деньги заказчика экономит надо ну пополам вот этот чем у нас еще один архаровец где у нас а кот то где а я понял да да ветер сегодня конечно немножко мешает работать значит давайте вам расскажу по поводу разделительного слоя а то многие же говорят вот раньше не не делали ничего и как то все работало да ребята раньше это раньше мы движемся вперед технологии растут вот качество работ тоже растет поэтому рассказываю значит ребят для чего нашел треугольник где-то где-то нашел треугольник для примере я пришел до его все время такой серьезный разделительный слой я считается то есть на в нашем случае ну мембрана можно говорить зрительный слой для чего нужно первое сегодня когда ребята все закроют этой мембраной то есть получается что у нас вся крыша защищена от всех внешних осадков до дождя ультрафиолета и всего остального то есть там зима снег все у нас будет не будет доска не мокнуть не выкручивая там ее ничего то есть она все будет вся крыша у нас будет защищена вот этот первый момент первый плюс это мембраны то есть я не говорю что прям ее нужно делать обязательно при вообще это и носит рекомендательный характер я объясняю просто плюсы ее то есть и а для заказчика уже есть выбор либо ему нужно на либо а и можно и без не давать и так значит первый момент я объяснил второй момент металл сам по себе колледже да он как бы сказать ну конденсирую до потеет там весной или там ну утром вечером до начинает к температуре начинает скакать получается что он начнет потеть как бы вот ряд конденсат вот так вот этот конденсат в принципе если разряженная решетка и он может с помощью вентиляции вентилировать его да и как бы вы выветривать получается в нашем случае когда лежит мембрана вот а когда лежит мембрана кстати на сверху металла то этого конденсатора практически практически не существует я думаю что мы здесь сделаем тест я вам покажу в каком не следующем ролике мы приедем сюда утром положим какую картину просто временно да на кроме рапоста меня шипа него не унесло и этот утром прием когда будут роса да тут все будет мокрая мембрана будет мокрая и мы уберем эту картину и под ней будет сухо вот я вам это факт докажу вот по поводу 2 да то есть если в 10 даже выделяется конденсат под металлом но какие-то условия возможно погодные да то весь конденсат он по этой пленки сходит вниз и попадает также через капельник карнизный капельник прямо в желоб то есть за пределы кровли выводится это второе третье металл любой имеет линейное температурное расширение вот и по моему в германии делали опыты то есть тесты и есть небольшое но подтверждение что когда металл расширяется а у нас здесь сталь у нее расширение на один погонный метр температурное линейное расширение 1 и 2 миллиметра вот если мы говорим других металлах там таких у кого более сильное линейное расширение там алюминия там 2 и 4 по моему у титанцинка по моему 2 и 2 у меди 18 по моему вот на погонный метр и этим я говорю что по мембране по мембране картине легче при температурном расширении двигаться туда-сюда это у нас уже какой третий да факт третий факт вот 4 4 4 вот не забыть бы не забыть что там еще есть какие дополнительные факты что там еще есть какие-то плюсы от этой пленки вот если что я вспомнил я в текстовой табличке ай вот вспомнил четвертый момент точно что хотя говорят что она действует только с мембраны типа объем у дм объем диффинсионный мембран там трейла ну рад не важно какого производителя это может быть дельта это может быть баудр это может быть клоубер это может быть еще какой-нибудь да то есть производителей масса пленок мы работаем просто с дельтой ну потому что работаем потому что есть представители ее легко здесь купить ее легко вообще вам уже в любой регион доставить заказать и вам привезут и она просто реально хорошая пленка вот и четвертый момент я хотел сказать и начал говорить из головы вылетела вот вот это да вот я про что же я говорил то что же четвертый момент плюс пленки пир первое это защищаем покрытие полностью сейчас когда от всех внешних второе это конденсат стекает металла образовывается третье это металл лучше ходит проверили на расширение и четвертое это четвертое четверть не там есть свой плюс я вот только что вспомнил начал рассказывать и этот из головы вылетела что начала сказать про одм сравнивать и а вот все вспомнил 4 4 это шумоизоляция тоже тестировали делали тесты на приблизительно 15 процентов шумоизоляция поглощение шума от дождя оградой что такое вот это подтвержденный факт и что-то еще 5 по моему есть но точно если вспомню или прочитаю в книжке то винит выудить будет написано вот такой плюс такие плюсы пленки если мы не навязываем никогда заказчику вот надо делать вот мы говорим о том мы рекомендуем говорим вот эти плюсы они подтвержденные плюсы факты эти и заказчик сам решает нужно ему не нужно по поводу того какую пленку какую пленку именно слить в качестве разделенные ну разведенного слоя да ну желательно не говорю что прям давайте от дельты да там я не знаю какие там есть евровент есть есть баудер клубер есть какие там еще мдм по моему есть еще где-то хочу пленок массы главное смотрите кратистик чтобы это не было наподобие то века софта знаете какой-то очень или там груда андути ну какой-то очень не крепкий материал который под металлом под металлом самое короткое время у вас просто но он от температуры ну рассыпется он просто ну его не станет скажем так есть такие подтверждения что температура не не выдержит но дешевые когда ты еще полторы стоят такие вот их лучше не стелить выберите получше качество вот на это не жалеете деньги это не так дорого стоит но эффект от этого для вашей крыши в этот разделительный слой конечно же будет лучше это гарантированно не впаривание подумайте ничего решаете сами если вы заказчик то вы сами решаете нужна она вам или не нужна и выбор пленок естественно тоже самое да выбираете пленки которые по качеству ну хорошие то что продается на рынке на базаре или где-то в фальском строительном магазине это все какой-то удачный вариант понимаете и так вот сарай там или какую-то дачку небольшую не для постоянного кота проживания хотя многие скажут сейчас заплюются да у меня там такая пленка я живу у меня все хорошо насколько лет 20 хорошо будет вот чем вопрос сколько будет по времени это все непонятно хорошие пленки и недешевые скажем тогда они все-таки получше качество и я не подольше послушаю что у вас на крыше вот все вроде про разделительные слои рассказал сейчас ребята уже вон застелили тот треугольник сейчас думают куда еще пойти как из какого пойти скота вот ну сейчас к ним возле камеры с ним подхожу чем-нибудь может каким прикола будет говорить сейчас подойдем спросим и послушаем тихаря что говорят я не знаю вот я пришел я говорю подписчикам пойдемте послушаем что ребята разрешают сегодня секретничать когда что вот треугольник закрытый кстати но если интересно про пленку это дельта пентекс она пятислойная обычно мембраны допустим который лежит там дельта не она трехслойная вот это пятислой на потому что у него верхние числа слои защищает саму мембрану от ультрафиолета это именно пленка может лежать под открытым небом до пяти месяцев алексей как всегда ходят 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 туда сюда туда с недовольным с недовольным с недовольным физиономии вообще пошел все как всегда алексей я не могу я занято сам я до однорукий чтобы мы где-то наступить могу здесь еще целая технология раскатки яндовы понимаете вот ну естественно и экономия от кровищиков она тоже важно чтобы просто так мембрану не расходовать можно было ендовы кинуть потом . полоску какой-то накидать там но такое все все экономно сергеич вроде такое туда медвежонок но бег бегает как атлет я думаю подписчики спросит а почему парни нету бейсболок походу володю все себе забрал на каждый год на каждый год по одной а у тебя чё в это теплее это теплое понятно да не ребята реально холодно сам видите в шапке главное не заболеть здоровье важнее всего это он там что-то своими делами занимается алексей красивый радиус давай как вырезай все по красоте делается так вот скотч который будет проклеивать все стыки все остальное ну я думаю ребят на этом пока может нечего я буду ходить показывать ребята работали делать до монтирует уже потом вам покажу уже это когда будет проклеиваться вот и уже там когда будет камеру так удержу видно не видно вот и этап когда будет уже готово все все будет уже накрыто как и так все для вас секунда 2 может до нас не за сколько время идет может со два два с половиной так и все вот мы уже все закатали мембране я сейчас пойду камеру возьму пойду покажу сейчас последние штрихи здесь это проклейка стыков ендовый вот все вот и все у нас получается кровля полностью защищена от внешних осадков вы смотрите ролик получается в пасху вот сегодня у нас первое число но мы сегодня приехали работаем вот завтра у нас выходной то есть для вас это сегодня и мы приезжаем получается сюда уже третьего будем делать водосточную систему aqua system пишите вот давайте покажу что как можешь пацаны чем добавит вот так вот все закрыто сейчас доклеиваем все стыки закрепляем досками мембрану некоторых местах чтобы ветер мне под не подняла и не унесло пока нас тут нету и как то так вот кстати 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 я вспомнил но я там уже написал когда говорил о плюсах мембраны я вспомнил основной одно из основных основных вещей этой мембраны разделительного слоя это когда доска пропитана какой-то химией но какой-то таким-то антисептиком который может вредно влиять на металл дать реакцию это важно на этом написал уже я просто сейчас поясняю что если у вас доска а такое бывает обрабатывают на то есть есть в есть в антисептики и медный купорос скажем тогда и раз таки медь может дать реакцию на сталь ну другой металл то есть медь дружит он в основном с нержавейкой да мы знаем с другими металлами может дать реакцию поэтому и важный еще этот момент это мембраны разделительного слоя вот поехала-поехала-поехала-поехала-поехала по поймали поймали заклеивается тщательно волокна ты хочешь не скажи хоробай что ахара в а лисе как сам молчит кстати вон они все надели спецовки все модные давайте покажем вот ну и вот все можно сказать сегодняшний день закончен сегодня сделали весь фонд работы паска выходной паску работать нельзя сейчас поставим и попрощаемся с вами вот так а тут стояла так стоял так что на этом все спасибо что досмотрели если досмотрели вот то есть хочу завершить чем что по поводу разделительного слоя да что наверное последние лет пять шесть мы всегда уложим разделительный слой то есть мы рассказываем своим заказчикам преимущество разделительного слоя вот это получается на то же самое разделить дерево дерево от металла да вот ну и все остальные эти плюсы что я писала не ранее и заказчики клиенты все-таки слушают эти рекомендации и покупают пленку и мы укладываем ее под металл разделительный слой делаем так что вот так вот то есть если вы заказчик если вы делаете себе кровлю вот то мы рекомендуем и еще такой момент соответственно разделительный слой ложится на сплошной обрешетку на сплошной настил вот единственный момент вот по поводу я говорил судой с о дн до объем на диффузионный мембрана которая она используется тогда когда у вас вместо дерева обрешетки вот используется листы или панели о избе бакелитовая фанера там для к другая фанера используется именно одм почему потому что фанера или усп они считаются пара непроницаемыми и не дышит вообще то есть под металлом они скажем быстро сгниют вот поэтому и укладывается одм но если вы хотите плоскости вы плоскости выровнять скажем тогда с помощью плит вот этих то я вам говорю это очень дорого потому что вам любом случае делать какую-то обрешетку надо делать то на него делать это и плиты ложить плюс покупатель это одм она очень дорогая погуглите и вы увидите что гораздо дешевле сделать хороший струганой доской вот такой как здесь вот и постелите такую ну мембрана которая стоит 1 5 дешевле наверное чем одм вот да и сами плиты они тоже не дешевые как-то так считайте все считать и считать есть доски считайте так все она считать вот поэтому как то вот так вот все будем заканчивать все мы поехали домой ребята спускаются да пацаны давайте прощаем про прощальные и прощальные а эти какие нибудь там слова эти напутствия скажите в погромче меня петли что-то маша здесь активно молодцы у вас поддерживаем мысер завтра пасха не мать никогда а то боженька язык все ребят сила скорой встречи всем до ролика установка подвесной восточной системы aqua system еще раз только вот на этой крыше все все пока